Приветствую вас и момент, о котором вы говорите, достаточно тонкий и здесь важно соблюдать грань в своем поведении, в своем отношении к человеку, чтобы не навредить, чтобы не сделать хуже, чтобы не спровоцировать вашу пару на еще большие проблемы, на еще большие конфликты, которые, как я понял, имеются уже и сейчас. Сначала скажем так, что вы совершенно правильно говорите, что если делать для человека все, если совершенно безоглядки, безусловно, делать для человека абсолютно все, то это его спровоцирует на еще более потребительские отношения к вам, чего бы вам, конечно же, не хотелось бы. И это совершенно нормально. А вот на вопрос о том, как сделать так, чтобы он больше обращал на вас внимание и говорил вам люблю и все то, что вы хотели бы, вот этот вопрос достаточно тонкий. Почему? Потому что смотрите, какая получается вещь, какая получается ситуация. Мужчина вам не говорит и, как я понял, какое-то время вас это вполне себе устраивало. И лишь только вот спустя определенное время вы ощутили, что вам, ну, это не очень-то нравится, не очень по душе, то, что мужчина вот так на вас реагирует. Ну, давайте мы с вами подумаем вот как. Раз мужчина какое-то время назад отвечал вашим требованиям, видимо, а потом перестал это делать, значит, что у него пропала необходимость для этого. Ну, он по какой-то причине теперь считает, что делать подобное, в общем-то, совершенно не обязательно ему. И это значит, что вы своим поведением, своим отношением к нему, своей, можно сказать, постановкой себя, тем, как вы позиционируете вот себя в позиции по отношению к мужу, провоцирует у него пассивное поведение, провоцирует у него пассивное отношение к вам. А нужно, чтобы мужчина постоянно находился в стонусе. Нужно, чтобы мужчина постоянно, все время, желательно, боялся бы вас потерять. И вот если он будет вас бояться потерять, если он будет знать, что вы там какое-то отношение с его стороны терпеть не будете, если он будет знать, что вы какую-то реакцию на себя не будете терпеть, если он будет знать и чувствовать, что вы защищаете свои интересы, если он будет знать и чувствовать, что вы выступаете за свои интересы, что вы волнуетесь о них, что вы беспокоитесь о них, что вы не позволите к себе относиться неуважительно, что при наличии у него к вам чувств, он осознает, что ошибся, он осознает, что его поведение недостаточно для того, чтобы делать вас счастливой и будет стремиться как раз к тому, чтобы это все вам дать, то, что нужно. Как вы, наверное, понялись теперь, ситуация заключается в том, что вам нужно это правильно подать. А правильно подать нужно как? Сказать мужчине, намекнуть на то, что вам нужно. То есть дать мужчине понять, какие ваши желания. Дать мужчине понять, какие у вас потребности. И если он не хочет этого делать, если он не хочет отвечать вашим желаниям и вашим потребностям, то отдаляться от него, отстраняться от него. Но если он для вас что-то делает, то бурной ответной реакцией давать ему понять, что вы не только отвечаете ему за именности, но и даете много больше. Но это желательно основывать на взаимности друг к другу. Именно на взаимности. Без взаимности не получится. Если мужчине очевидно, что его женщина делает для него все, вне зависимости от того, делает ли он что-то для нее или нет, то со временем, поскольку любые чувства склонны затухать, у мужчины просто пропадают стимулы к тому, чтобы что-то для вас сделать. И дабы этого не произошло, дабы этого не происходило с вами, нужно постоянно его стимулировать. А стимулировать нужно постоянно через подталкивание мужчине к тому мужчину, к тому, чтобы вас завоевывать. А завоевывать вас можно лишь только в той ситуации и только тогда, когда есть риск того, что он вас может потерять. Вот именно благодаря такой стратегии поведения можно сделать вас для мужчин желанной, для отравимой и любимой. Но как же, спросите вы, поступать в той ситуации, когда отношения безусловны? То есть, любовь, это как когда люди стремятся сделать друг друга счастливыми, ничего не требуя в доме. Все правильно. Только при условии, если интересы каждого человека в такой паре на первом месте у другого. Если такого не происходит, то логично предположить, что человеку нужно как-то самому удовлетворять свои желания. Нужно самому думать о себе, самому любить себя, самому понимать, что, кроме него, его интересы никто не решит. И если вы будете любить себя, если вы будете защищать себя, уважать себя, ценить себя, не позволять относиться к себе так, как вам не нравится, заявлять об этом откровенно, но без ограничений, без претензий, а просто спокойно говорить, вот, знаешь, дорогой, я не чувствую от тебя там ласки, я не чувствую от тебя внимания, не чувствую от тебя тепла, и я и понимаю, я понимаю, что ты даешь мне столько, сколько ты можешь, это прекрасно, но я чувствую, что мне этого мало. И все, больше вам ничего говорить не надо. Потому что мужчина, если он не глупый, и если он вам не дорожит, он сам все поймет. А если не поймет, покажите ему, найдется тот другой, кто может понять. И, конечно, будут определенные конфликты. Конечно, будут определенные выяснения отношений, скажем так. Но в данном случае выяснение отношений – это лишь средство. Средство для того, чтобы вам прийти к определенному моменту, к определенному пониманию. Ну, например, вы общаетесь с другим мужчиной, оживленно разговариваете, обсуждаете что-то. Ваш муж это видит, он потом вам говорит, что ему неприятно, что вы общаетесь с другим мужчиной. А вы говорите, ну, ты, дорогой, мы же с тобой почти не общаемся, ты же мне внимания никакого не уделяешь. Так вот я хочу подсчитывать себя женщиной, и ты знаешь, вот с ним я ощутил себя женщиной. И все. Больше вам ничего говорить не нужно. Опять-таки, если мужчина не глуп, он сам все поймет. Если мужчина вами доросит, он будет делать так, чтобы вы с ним чувствовали себя женщиной. А если у него нет к вам чувства, если у него нет стремления делать вас счастливой, то тогда это очень быстро закончит ваши отношения. И в данном случае, думается, мне эта задача на пользу, потому что, ну, не имеет смысла тратить время на человека, который не ставит на первое место ваши интересы, а думает только о себе, и, может быть, если хватит сил, если хватит времени, подумает о вас. Ну, согласитесь, что вы такого отношения не достойны. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!